Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Boardshop TV. Друзья, кто катается на вейкборде за катером, конечно, сегодня могут наблюдать такую глобальную трансформацию. Большинство московских вейк-клубов переделывают свои названия в серф-клубы. Начинается конкурентная борьба за право, у кого больше волна, у кого дороже катер. А между тем, вейк-индустрия, как мировая, так и российская, конечно же, сейчас господствует в парке. Если сейчас посмотреть на модельный ряд любого бренда, Ronix, Liquid Force, Hyperlite, Slingshot, конечно, количество моделей для парка, для кабеля стало действительно в разы больше. И, конечно же, отталкиваясь от таких тенденций, трендов, мы составили свой топ самых популярных и продаваемых вейкбордов для парка, которые вы, конечно же, можете найти у нас в магазине Epic Boardshop. И сегодняшний топ я хочу, собственно, начать с модели Nevo Sama. Она же компания Nevo Sama большинству знакома, как компания, которая делает сноуборды. Но, несмотря на то, что у Nevo Sama в продаже официально, можно сказать, первый сезон, вот эта доска Mindbender, это такой первый, скажем так, релиз, который можно встретить у этого бренда в таком полном объеме, уже эта модель завоевала достаточно большое число, скажем так, фанатов, поклонников. Действительно, доска очень интересная, она интересна по-своему. Конечно, вейк сделан в Америке на заводе в Колорадо, в Денвере. Полностью наборный деревянный сердечник. Доска имеет два слоя стекловолокна сверху и снизу, соответственно, она достаточно легкая для паркового вейкборда. Она имеет действительно очень интересный флекс. Центр доски жесткий, тейлы не совсем мягкие, но на тейлах есть небольшой флекс. Таких, опять же, интересных особенностей делали так называемый семиступенчатый рокер. Это такой, можно сказать, гибрид между Continuum и трехступенчатым рокером. Я считаю, что для первого сезона доска получилась очень интересной, очень, скажем так, удачной. И, по крайней мере, у нас в магазине, кто покупал эту доску, люди пишут очень, скажем так, благодарные отзывы, говорят спасибо. Друзья, следующая доска, про которую хочется вам рассказать, это доска от компании Абрайан. Модель называется FATE. Компания с большой историей, основана Хербом Абрайаном, человеком, который, можно сказать, придумал индустрию вейкбординга в каком-то смысле. Ну, по крайней мере, был один из ключевых, скажем так, людей, который, собственно, запустил в мире идею вейкбординга. И вот, собственно, модель FATE, это действительно очень крутая парковая доска. Она также имеет все, собственно, все навороты. Это и стопроцентный деревянный сердечник. Это и два слоя стекловолокна. Это и очень крутая база. Она называется у компании Абрайан Импакт Бейс. И тоже такой гибридный флекс, что центр доски у нас жесткий, а тейлы, они чуть мягче. Поэтому, конечно, на ней можно и прыгать с кикеров, и делать какие-то прессы на фигурах. Это действительно очень крутая, очень крутая доска. И из таких, опять же, бонусов, компания Sport Aqua, компания-дистрибьютор, собственно, бренда Абрайан в Россию, они дали на тест доски на Абрайан в парк, который находится совершенно недалеко от нашего магазина. Парк называется Moscow Wake Park. И, собственно, все желающие могут спокойно покататься на лебедке в Moscow Wake Park. И потом, соответственно, по крайней мере, не один раз так уже было. Люди приходят и покупают действительно эти доски довольные и с полным позитивом. Вот, собственно, компания Абрайан. Еще раз хочу сказать, что мне лично этот бренд очень нравится. Ну, а дизайнером, конечно, дизайнером этой модели был легендарный Крис Джонсон. Собственно, человек, который делает, наверное, невероятное количество шейпов для компании Абрайан, и вейк-серфов, и вейков. Поэтому, конечно, доска очень крутая, очень технологичная. Поэтому, конечно, она в нашем топе. Теперь переходим плавно к таким гигантам, гигантам парковой индустрии. Это, конечно же, Slingshot, модель Solo. Доска, которая уже не первый сезон остается в таких, как бы, в негласных топах популярности. У нее очень интересная геометрия, очень интересный шейп, узкие тейлы. И, собственно, на ней вы можете действительно делать трюки на флейте, зарезки, баттеры. Эта доска очень многогранна, полностью деревянный сердечник, вырезанный на, собственно, ЧПУ станке и баллистик бейс. Очень крутой, быстрый, неубиваемый скользяк. Собственно, также, конечно, на этой доске можно кататься спокойно и за катером. То есть, поставили кили и вперед можно, собственно, делать нереальные эйр-трюки и за катером. Друзья, еще одна доска, которая тоже по праву занимает достойное место у нас в таком топе, в нашем рейтинге, это Liquid Force Peak. Доска тоже очень интересная и тоже, скажем так, эта модель имеет свои особенности, свою специфику. Во-первых, на ней нету келей и даже отверстия, собственно, для того, чтобы поставить можно было кили. Но, тем не менее, у нее есть трехступенчатый рокер и нереальный скользяк, который имеет как эриданы, так и конкеевы. И эта, действительно, модель понравится тем, кто любит мощные, высокие, амплитудные такие пролеты. А в сочетании, собственно, и тройного рокера, и вот этих конкеевов, и каналов доска здесь очень стабильная, очень прыгучая, очень амплитудная. Также она имеет деревянный сердечник со стекловолокном. Классика жанра, как и у предыдущих моделей, это боковые петексовые стенки, очень прочные. Такое яркое отличие от всех остальных брендов и моделей, это наличие флекс-трака, собственно, такой разработки Liquid Force, которые стали с прошлого года внедрять в свои верхние модели. И в сочетании с креплениями Liquid Force 4D вы получаете такой фулл контакт с доской. И также, конечно, на channel от Liquid Force можно поставить абсолютно другие любые крепления. Это не принципиально, но, конечно, сам бренд всегда рекомендует, чтобы было все круто, ставить и свои крепления. Друзья, и завершает наш сегодняшний топ парковых вейкбордов по версии Epic Board Shop доска от компании Ronix. У нас сегодня в топе модель Kinetic, потому что действительно доска выпускается не первый год, уже достаточно давно она у них находится в линейке. И доска имеет очень крутую технологию, технология так называемая Flexbox, то есть есть Kinetic Flexbox 1 и есть Flexbox 2. Вот Flexbox 1 это в данном случае та технология, которая делает сердечник доски мягче, а тейлы жестче. И, собственно, опять же, это очень такое интересное сочетание жесткости, которое позволяет добиться определенных, скажем так, плюсов на приземлении на фигуру, на приземлении на воду. Но при этом, собственно, сохранить щелчок, сохранить чувство доски. Это вот как раз доска с технологией Flexbox 1. Причем визуально даже видно, если посмотреть на доску, у нее такой идет профилированный ребристый центр, который, собственно, очень интересно выглядит. Также у этой модели нет абсолютно никаких закладных подкили, но при этом есть каналы вдоль рейла, которые, собственно, тоже дают стабильности, тоже дают контроля. Ronix Kinetic тоже очень интересная парковая доска со своими особенностями, со своими технологиями. Друзья, подводя итог сегодняшнему такому топу, действительно, все модели, которые стоят у меня за спиной, это действительно по-своему очень интересные доски, которые по праву заслужили свою популярность, потому что они действительно очень крутые, очень технологичные, хочется сказать еще раз. Опять же, более подробную информацию по всем этим моделям, да и не только по этим моделям, можете получить у нас на сайте epicboardshop.ru, посмотреть наличие ростовок, наличие в магазине непосредственно, почитать более полную техническую характеристику на каждую модель. Ну, а с вами был Epic Workshop TV. Спасибо, друзья, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!